Привет, друзья! Я Юлия Рябинина и очень рада приветствовать вас на своем канале Эконом-класс, где рассказываю, как получить огромные яркие впечатления за вполне себе нормальные деньги. И сегодня я приехала в Бирюзовую Катунь. Это такой модный, раскрученный туристический комплекс на Алтае. Он сравнительно новый, был создан в 2007 году и с каждым годом набирает популярность. Он находится недалеко от Моджирока, так что если вы остановились там, очень рекомендую сюда съездить. Вот туда ведет такой мост в Бирюзовую Катунь. Если вы на машине, то проезд будет платный, но недорогий. На легковушке где-то около 100 рублей, на кроссовере и выше где-то около 200 рублей. Но прежде чем отправиться по этому мосту в Бирюзовую Катунь, я рекомендую вам заехать на целебный источник Аржан-Суум. Водичка, водичка. А как ее пить-то? Вкусненькая. Ну, как говорят всякие умные записи, здесь неподалеку. Здесь содержится очень много серебра, меди и марганца, что, наверное, очень полезно для здоровья. На вкус вода такая, ну, как в любом источнике, она такая свежая, очень звонкая такая вода. Знаете, когда у воды нет никакого аромата, но все-таки она, даже не аромат, а какой-то примеси, запахов, но все равно она очень вкусная. У Аржан-Суума, целебного источника, есть свои святые духи. Вообще в шаманстве, ну, скажем так, не в шаманизме, а в алтайских верованиях, у всех природных явлений есть свои святые духи. Вот и у целебного источника Аржан-Суума тоже есть свой целебный дух. Поэтому время от времени шаманы вместе с алтайцами проводят здесь какие-то сакральные ритуалы. И вот вешают вот эти ленточки. Эти ленточки – это обращение к духам, чтобы он помог им в каких-то сложных ситуациях или просто дал здоровье им и их семье, родным и близким. Но хочу вам заметить, что если вы не являетесь и не исповедуете алтайские верования, эти ленточки вешать не стоит. Хотя я думаю, что все равно вешают. И еще очень важный момент, так как здесь постоянно дух же находится, он требует какого-то уважения, почитания, то поэтому не рекомендуется, когда вы находитесь рядом с источником, громко разговаривать, ругаться, сердиться, распивать алкогольные напитки, вообще вести себя так неподобающе. Алтайские духи, может быть, они и неплохие по характеру, но я думаю, что они злопамятные. Так что учтите это, уважайте чужую культуру и чужую религию. Ну что, попили целебной водички, поблагодарили алтайских духов, отправляемся в Бирюзовую Катунь, по этому очень интересному мосту, вокруг которого не менее интересные пейзажи. Поехали! Ребята, я вам очень рекомендую прогуляться ножками по этому мостику. Во-первых, он сам очень интересный, такие железные конструкции с фонариками, но посмотрите, какие пейзажи открываются вокруг. Извините, солнце бьет прямо в глаз. Посмотрите, озеро, горы, красота неимоверная. Вы знаете, вы себя погружаете при посещении Бирюзовой Катунь в это состояние праздника, состояние ничего не делания, ожидания, что вы сейчас получите крутые, яркие и забываемые впечатления. И вот такие два красавца встречают меня при входе в Бирюзовую Катунь. Вы только на них посмотрите. Они сделаны из запчастей разных машин. Но это так круто смотрится, это так стильно, необычно. И лица у них, и лица у них тоже разные. Посмотрите, какое добродушное, симпатичное личико. Это что-то у него, я так понимаю, какой-то музыкальный инструмент. Это живот, а может быть, и не только живот. Может быть, это что-то более интимное. Посмотрите, какие ноги. А вот эта собачка, вот эта собачка, она просто симпатичная. Но у него есть друг-рокер. Друг-рокер, он еще круче. У него волосы из цепей. У него всякие болты, гайки. И многие какие-то незнакомые мне названия, запчасти. И у него есть гитара. А посмотрите, какие у него пальцы. Пальцы. А посмотрите, какие у него ноги. Это же не ноги, это же шедевр, а не ноги. И у него тоже есть собака. Вот так. А еще есть такие фонари в таком же стиле. Ну, это реально. Много я в жизни видела. Произведения искусства, в том числе и скульптуры. Но это супероригинально. Туристический комплекс «Бирюзовая катунь» занимает более 3000 гектаров. То есть это огромное пространство. Здесь, по-моему, есть все. И кемпинги, и отели, и магазины, и конференц-залы, и куча всяких развлекушек. Но вот учитывайте, что большая площадь, и от развлекушки к развлекушке, от достопримечательностей до достопримечательностей, придется преодолевать довольно приличные расстояния, но не меньше километра. Поэтому, если вы не любитель трекинга, ну или у вас там проблемы с ногами, наверное, лучше все-таки здесь ездить на машине. А я так с удовольствием прогуляюсь. Тем более здесь красота обалденная. Буду получать удовольствие дышать сосновым воздухом. Большая Талдинская пещера находится в Талдинском Карстовом массиве. Так вот, протяженность данного массива вдоль левого берега реки, который составляет приблизительно 5 километров. Точное количество пещер на массиве до сих пор неизвестно, то есть цифра колеблется примерно до 90 пещер. А это же самая большая и облагороженная. Протяженность ее со всеми тупиками, входами и выходами составляет 240 метров. Но вам изначально нужно будет подняться 40 метров до конца зеленой крыши, и затем влево вдоль скальника там находится входная арка и вход в пещеру. Вот так прикладываешь билетик, стоит 200 рублей. Прикладываешь билет, и все. И вы попадаете в Тавдинские пещеры. Спасибо большое. Спасибо. Мы попадаем в Тавдинские пещеры, туда идет такая дорожка. Вообще-то нелегкий путь. Я так хорошо запыхалась, а впереди еще. У-ху-ху. Как тебя зовут-то хоть? А? Жует. Сейчас поближе. На белочку похожа. Ты, моя маленькая, даже не боишься. А если... А, ну белочка, да. Смотрите, сколько здесь божьих коровок. Прям целая колония. Помните, они, говорят, счастье приносят. А вот и сам проход в Тавдинские пещеры. Похоже на какое-то подземное царство. Посмотрите, какие здесь ходы. С такими арками. А Тавдинские пещеры были открыты в 1920 году. Сегодня уже известны 9 пещер. Общей протяженностью, по-моему, 3 километра. А пещеры находятся недалеко от речки. И вот ближайшие к речке пещеры затопляются. Их вода отполировала камни. Они, на самом деле, такие без угла, все гладкие, блестящие. Вот, пойдем дальше по дороге. Если будут силы и возможности, расскажу еще что-нибудь интересненькое. Так, поглужаемся все глубже и глубже. А своды все ниже и ниже. Слушайте, прям такой холод здесь. Удивительно, что здесь жили люди. Я вам позже покажу кострище, которое тоже нашли археологи, которое подтвердило, что в Тавдинской пещере жили древние люди. Но, насколько я знаю, здесь жили эскифы и старообрядцы прятались. Вот, я не знаю, что означают эти жених и невеста, но они сделаны из бутылок. Сделаны из бутылок и одеты, видимо, в национальный альтарский костюм свадебный. А посмотрите, посмотрите, какие камни. Так интересно, природа распища разрисовала их. Ой, ребята, посмотрите. Уникально. А вот посмотрите. Видите, здесь много-много монеток. Это все местных духов задабривают. У этой пещеры тоже есть Святой Дух. И для того, чтобы он был к тебе добр, можно бросить монетку. Ну что, духи, я на вас надеюсь. Пойдем дальше. Вот это знаменитый переход, самый низкий, высота всего лишь один метр. И я должна, грубо говоря, по нему проползти. Ой, господи. Иногда думаешь, и нахрена ты, Юля, лазишь здесь? Жалко, что у меня нет таких штанов. Здесь очень удобно на карачках ползать. Но я же блогер, я же должна выглядеть хорошо. Ой, вот оно. Могу уже подняться. Я ее преодолела. Я это сделала. Спасибо тебе, духи. Спасибо, духи. И мы поднимаемся дальше. Вот туда. Наверх. Вот я себе не представляю, когда мы сейчас жалуемся на трудную жизнь, в этих же пещерах жили люди. Камера не передает этот воздух, но он реально могильный. холодный сыр. И ты понимаешь, что холодное сыро здесь всегда. вот. Ребят, посмотрите, какие камни, я сейчас покажу. вот они. Такие своды сказочные, божественные своды. врагу не сдается врагу не сдается наш храбрый варяг. и что-то там. И что-то там. не возьмешь, я тебя пройду. здесь прям снимать сказки, например, хозяйка каменной горы или какие-то ужастики. Посмотрите. Вот оно, кострище. Кострище, это было найдено археологами. Это доказательство того, что здесь жили люди. Здесь были найдены остатки рыболовных снастей, гончарные изделия. Так что, ребята, хоть здесь и страшно, и могилой пахнет, но люди здесь жили. А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку. Жила-была жестокая, жадная ханская вдова Талда. И так она обдирала своих подданных, что ничего у них не оставалось. И когда уже обдирать было нечего, Талда так разозвилась, что ударила посохом по земле, и на этом месте образовался манджирок, а вдова вместе со всеми своими богатствами под землю ушла. И вот в честь этой Талды почему-то были названы Талдынские пещеры. Хотя говорят, что они были названы по месту населенного пункта. Наверное, населенный пункт был назван по имени жестокой ханской вдовы Талды. Наконец, выхожу и на свободу. Ой, свобода! Как хорошо все-таки жить не в пещере. А видок отсюда офигительный. Как приятно дышать непещерным воздухом. Вы знаете, вообще такие походы с рассказом о том, как жили люди, это очень хороший психотерапевтический сеанс. В общем, когда вам станет плохо, послушайте мой рассказ. В окрестностях Талдинских пещер были найдены два тюркских захоронения. В первом захоронении был мальчик 12 лет. Рядом с ним нашли жеребенка и оружие воина. Это стрелы, лук и нож. И неподалеку был найден еще один курган. Там был похоронен старец. Старик, судя по костям, у которого не было зубов совсем. Он тоже был похоронен с конем и с тем же набором оружия. И теперь представьте, себе, что с молодых ногтей до старческой немощи ты обязан быть воином. Вся твоя жизнь посвящена тому, чтобы защищать от врагов себя и своих родных и близких, свое племя. Поэтому, когда там жалуемся на то, что нет электричества, мало платят и тому подобное, вспомните этих тюркских воинов, похороненных в алтайских курганах, и, может быть, вам станет легче. мне точно стало легче. Ребята, сейчас очередная наша традиционная рубрика «Где мы будем жить?» Вот в Бирюзовой Катуне я набрела на комплекс «Таежный угол» и на замечательный администратор Юли, которая согласилась мне рассказать об этом месте. Давайте сразу посмотрим, что внутри домика. Да, пойдемте. Вот такой маленький, но постараемся с дальними домиками. Они все-таки рубленные из рубленого дерева, то бишь теплые и там хорошая звукоизоляция. Да, то есть соседи не услышат. в таком русском народном стиле сделала. сказочный такой домик. То есть этот домик рассчитан на двоих. Здесь двуспальная кровать, Я не буду раздеваться, потому что иначе я... Ребята, посмотрите, какая красота. А тут пахнет дерево, вот просто такое дерево в перемешку со смолой. Потрясающе запах. Так, посмотрите, здесь столик. Но самое интересное это печь. Пропостающая русская? Печь функционирует, то есть ее можно топить, дрова мы предоставляем гостям, разжигают печь и в доме становится очень тепло. И сейчас тепло? Так, а тут у нас санузел, я так понимаю, да? Да, там санузел, душ, да, конечно. Так, вот здесь такая микроволновка и санузел тоже, посмотрите, тоже такие, только белое дерево. Ну, понятно, что ванная не может быть деревянной, но все равно это очень круто. Да, еще здесь есть интересное, такой неполный второй этаж, то есть там больше всего нравится детям. Ну, это даже, скажем так, второй уровень, это не назовешь этажом, это секретное место. Да, такое. Ребят, я хочу сказать, что что-то похожее есть в корейских отелях, когда я была в Сеуле, там спальное место, второе тоже располагается на втором уровне, и туда очень любят залезать такие интроверты, ну, и дети, конечно. Да, да. Которые хотят от всех уединиться, а дети, которые уединяются для того, чтобы нашалить. Да. Ну, идем дальше? Да, пойдемте в другой домик. Вот, посмотрите, тоже такой сказочный домик-теремок. Давайте глянем. Это уже идет полноценно двухэтажный дом. В этом доме уже у нас находится камин. Он также функционирует, и его также можно топить дровами. Ну, это прям гости всегда любят. Да. Это прям все уютно. Вот это гостиная. с диваном. Да, это гостиная. Тут также мини-кухня. На втором этаже там уже две спальные комнаты. Да, посмотрите, идет такая тоже в русском стиле лестница. и две комнаты. Комната один. Ну, это спальня, да. Вот такая. Смотрите, какие здесь прикольные ночники. Да, это ручная работа. Вот, и смотри, какая спинка роскошная. Прямо настоящее дерево, просто немножко обработали, но ничего с ним не делали. Так, ну, понятно, что кровать, телевизор. Ой, самое главное, вид. Вот вид, конечно, здесь ради этого вида можно родину продать. Посмотрите, какая красота. вот она, жизнь на Алтаре. Ага. Ну, и та спальня тоже. Похожая, да, я думаю? Похожая, но там, то есть сейчас река Катунь, она низко упала, а когда она высокая, ее прям хорошо даже видно отсюда с этой стороны. я вам пальчиком покажу, вот видите, да, там будет видна Катунь, и, наверное, шум ее будет слышен, да, если открыть окно? Да, это если открыть окно, и то сильного шума нету. А мне кажется, наоборот, плюсы, спать под шум Катунь. Но она не так сильно шумит. Бродила по лесу и набрела на домик своей мечты. Стоят на берегу Катунь такие замечательные треугольные домики с оранжевыми черепичными крышами, около каждого из них стоит беседка и огромные балконы, и огромные стекла, такие, которые в одну сторону светили, забыла, как они называются, то есть ты не можешь посмотреть, что внутри происходит. Я вот пока не могу найти администратора, который может показать мне эти домики, но реально, я такой прелести давно не видела. в общем, это все еще строится, рассказали мне местные ребята, которые работают здесь, и, может быть, в следующем году здесь можно будет жить. А сейчас я вам покажу внутренности, но не достроенного дома. я не знаю, какая там будет планировка, посмотрите, такие окна, стекла, через которые ты не можешь посмотреть, что внутри происходит. А дальше ты заходишь, я так понимаю, это будет санузел, это будет большая комната. Вот она, большая комната. Сейчас здесь, видимо, рабочие живут. А самое главное, посмотрите, какой вид. Какой здесь будет замечательный вид. Здесь будет балкончик и офигительный вид, конечно, офигительный. А есть будет второй этаж. Главное, не упасть. Вот такой мансардный. Черточок. И отсюда тоже. Домики небольшие, но на семью. Ну, конечно, место здесь просто офигительное. творческая. Мals análisan . я уверяю вы никогда себе не простить если вы приедете в березовую катунь на машине объедете все достопримечательности все развлекаловки которых их много и не увидите самое главное потому что самое главное в бирюзовой катунь как не трудно догадаться сама катун есть тут точки неблагоприятно живописные когда ты видишь эту красоту тяж дух захватывает я очень советую вам подойти к памятнику рериха и оттуда открывается божественный пейзаж божественный вид на катунь и горы и это вид который тебя просто вы так вытаскивает из реальности ты зависаешь мысли у тебя нет есть просто какое-то ощущение вечности ощущение счастья я по-моему впервые нет я всегда люблю восхищаться я люблю красоту но эта красота которая тебя поднимает над реальностью который как-то тебя заставляет о многом задуматься ты вдруг понимаешь что ты с одной стороны песчинка в этом мире с другой стороны ты понимаешь что ты есть весь этот самый большой мир поэтому я вас очень вас умоляю оставьте свои машины и идите к берегу катунь пройдитесь вдоль него и вы получите какую-то энергию энергию созидающую энергию вдохновляющую энергию которая заставит вас задуматься в знаете вы становитесь своем беличьем беге вы затормозитесь вы замедлитесь это так важно это так важно в жизни просто замедлиться и поговорить самим собой сказать что ты хочешь то ли жизнью ты живешь как ты относишься к своим родным как ты относишься к себе что-то вообще намереваешься делать до того как наступит смерть которая наступит рано или поздно ребята это какой-то потрясающе потрясающий инсайт меня здесь посетил потому что я не знала что природа место может так серьезно тебя перевернуть я не знала что я не знала что я не знала что-то